Добрый вечер, друзья! Это церковь Паняка, церковь Благодарения. Визит в Украину, в Киев. Слава Богу, друзья, что Господь живый. Что Он заплатил за нас Своей кровью на кресте Голгофа. Сегодня будет слово, и Господь поклав у меня на сердце назвать это слово Судьба Украины. Очень большая название, но Господь поклав это. Я не стал соперечиться с Духом Святым, а принял эту назву Судьба Украины, друзья. Хочу сказать, что Судьба Украины в руке Господа. Чтобы вы все знали и были в этом уверены. Я вас запевняю, друзья, что Судьба Украины в руке Господа. Не в руке тайных правительств, не в руке МВФ, не в руке Америка, не в руке тех людей, которые инвестировали сюда свои деньги в Украину через транши. Не в руке них, а в руке Господа. Чтобы вы все понимали и приняли это в свое сердце в руке Господа. Я хочу сказать еще больше, что Судьба Украины, а также народ Украины и другие народы, мы все находимся в одном вагоне. Все, друзья. И те планы, что происходят вперед, эти планы глобализации, и когда у всех государств упразднится их государственность, государственность, когда будет одна страна. Это те, что описано в Писании, в Откровениях Иоанна Богослова. Это последние часы, когда будет объявлен Антихрист, и будет и начертание. Те часы вперед, они уже приходят. И знамения этих часов мы все видим. Эти процессы глобализации, которые уже есть, и диктуют свои правила. Как написано, что тайно беззаконное действие, тайно беззаконное действие. И права стран, права народов, права украинцев ущемляются и порушиваются, друзья. И Конституции порушиваются только в Украине, и в Всевосвете. Но хочу вам сказать, что судьба в руке Господа. Как было в часы, когда страна на Неве, народ на Неве, было Боже Слово для них, что будет город с ними, будет Божья кара. И весь народ, царь, вплоть до ходовы вошли в пост, друзья, перед Богом, чтобы Господь не допустил это. И Господь проявил милость и отвел от Неве бедствие. Хочу сказать, что все в руке Господа. И сейчас у нас есть время Божьего долгутерпения. Он еще есть, друзья, он еще не закончился. И в этот время Господь взял в руки Господа, чтобы дать нам жить, друзья. Пока есть еще время Божьего долгутерпения. Но те часы, которые переданы, неизбежны. И про это сказал Господь, что все будет придано, этот мир будет отдан в огню, друзья. Украина, Россия и другие страны. Все будет отдан в огню. Кроме Божьего народа, Божьей церкви, потому что Господь ее заберет, друзья. То есть, друзья, судьба Украины в руке Господа. И только Господь решает, друзья. А чтобы это произошло, друзья, нам нужно молиться к Господу и просить у Него мудрости и сил. И разумение, и Божьей настановой, Божьего водительства в эти последние часы. Особенно те люди, которые послухали Божьего зову, чтобы что-то сделать на благо людей Украины. Потому что знаете, друзья, что только Бог за вас. Только Бог. Только Бог. И Он это доказал на кресте Голгоху, явивши свою любовь и взявши грехи всего света на себя. Только Бог, друзья. Никакая государственная влада не за людей, друзья. Особенно сейчас. Были такие часы, когда мы знали и знали, что кто-то за нас переживает, думает, что есть какая-то охрана здоровья и интересов. Такие были такие часы, друзья. Но эти часы уже позаду. Сейчас другие часы, когда всего всего нет. Когда государство против тебя, когда инстанции против тебя хотят тебя использовать, друзья. Только Бог за нас, друзья. То есть обратимся только до Господа. И только Господь может дать нам силу, мудрости, дать нам Божье руководство, а также способствовать нам, действуя своей силой, для того, чтобы мы выполняли Его волю. Но вся мудрость, друзья, на эти часы, на действия, особенно в этих временах, она только у Бога. Надо искать Господа, открыть свое сердце и просить в Него мудрость и Божье руководство для действий. Особенно, кто уже что-то делает, друзья. Особенно, кто уже что-то делает, друзья. Особенно, нужно иметь общение с Господом и иметь от Него мудрость, друзья. Судьба Украины. Я уже делал звернение, друзья, про события, которые были, про рух за права людей. Было первое звернение по Стапу Стахеву, по руху права людей, а также второе звернение до руху права людей. Хочу сказать, что первое звернение очень много людей смотрится и больше 10 тысяч. А второе звернение только немного больше 100. Хочу сказать, что второе звернение более важное, чем первое. Потому что в другом звернении мне слово до лидеров Руха за права людей в Украине, также до всех людей. Чтобы был успех, которые угодны Богу, треба чутить вид Господа, иметь мудрость, иметь сердце, которое объединяет людей. И принимает, как в футбол, как команды футбольные. Потому что главный тренер привлекает в свою команду сильных игроков, чтобы была сильная команда. И это нужно делать, чтобы был успех, друзья. Нужно запрошивать сильных людей, делать круглые столы, вырабатывать, чтобы это не были просто эмоции. Чтобы просто собираться, кричать, ходить, а не знаю, для чего и что будет после этого. Нужно, чтобы было Божье руководство, Божья мудрость на всех их делах, особенно на этих делах, друзья. Мне много пишут, пишут люди, особенно сейчас, оставляют комментарии, и на какие я отвечаю на все. Один комментарий я хочу озвучить, и перед этим приступить к слову, я озвучу этот комментарий для всех. Одна женщина таки написала, что церковь должна быть на стороне народов, а не масонов. Каждый должен иметь выбор. Зло панует через наше терпение. Такое слово она написала, и я ее разобрал ответ, а также хочу эту ответственность к вам, дорогие друзья. Она пишет, что церковь должна быть на стороне народа. Хочу сказать, что, прежде всего, Бог – это влада. И вся влада на небе и на земле, она належит Богу. И Бог – источник этой влады. И Бог – это влада и хозяин. И сама слово «влада» Богу належит, друзья. Бог – хозяин во всесвяте всей влады, друзья. А церковь – это Божья территория во всем мире, которая Богу належит. И церковь – это Божье царство, его частинное, его видображение. Территория церкви – это территория Божьего царства. И церковь – это сторона Божья. И на стороне Бога церковь находится. И это территория Бога. А народ должен сделать свой выбор, где он желает быть. На территории Бога или на территории этого света. Это выбор народа. Церковь – это территория Бога. И я хочу сказать, что этот мир – это против людей. Только Бог за людей. И это должен быть известный выбор человека. Особенно в последние времена. Особенно вибор. Сейчас Господь много чего открывает. И много чего у людей открываются очи. Открываются очи у людей на то, что делается. Бо вы знаете, что наш телевизор, эфир, эфирные каналы, державные каналы, они как делают, транслируют всякие иллюзии у людей. И люди думают, что оно то же самое, что говорят или показывают. Это одна сторона, друзья. А другая сторона, когда что показывают и говорят про что документы, которые отображают действие. И когда стыкаются люди с этими документами, которые отображают действие, особенно в нашей Украине, то вычиняются очи у людей. И люди начинают паниковать. И первое у них желание – это объединиться против этих злодеев, против этого мирового правительства, друзья. Такие, друзья. И это делать для того, что уже есть эта оппозиция в целом свете. Это церковь Божия. И само имя Иисуса Христа – это оппозиция для сил этого света. А прежде всего, этот свят контролирует дьявол, друзья. И дьявол против церкви. Потому что церковьête – это другая формация. Церковь очень красота, чем красота всему equ lineupу. Это церковь Божа. Это церковь Божий, друзья. Это церковь Иисуса Христа, нашего Господа. Это Божие傳說ы, Божия Церковь, любовь Божий – это от пред Господа из jumpos, друзья. Это церковь Божая. Это Божья территория. И это уже есть оппозиция. heen dormiyor. А позиция этого света, силам этого света, а также и намерам этого света, потому что намерения этого света против людей. Только Господь за людей. Только один Он имеет силы, мудрость, мудрость, понимание, что нужно делать, куда идти, что действовать. То есть обратимся к Господу. И человек должен сделать свой выбор в жизни. И когда у человека открывается в очи, ей нужно перейти на Божью территорию. Долучиться к Божьему народу, который стоит и соперечит его свете. А позиция этого света – это Божья церковь, друзья. Это движение, который называется Божья церковь. И он уже действует более 2000 лет, друзья. Когда я делал высловления, желания и благословения действиям Остапа Стахева и других лидеров, которые поднялись за права людей. Это очень хорошо. И слава Богу. Потому что нужно, чтобы обратиться к Господу и принять Божью мудрость в своё сердце, чтобы это было успешно построено и в теле, друзья. То есть церковь – это территория Бога, друзья. И человек должен сделать свой выбор и приедать к этому движению Божьего. И прийти на Божью территорию. Потому что весь мир меняется. И вы знаете, что сейчас есть борьба правых статусов. Статус человека, статус физ. Особи, статус гражданина. И есть правые поля. И юридические поля. И право приватное, право публичное. И это очень интересно. И в этот момент, пока есть правое поле, пока оно действует, друзья. Потому что вы знаете, что Господь за нас заплатил цену. И Господь нас выкупил ценой своей крови на кресте Голгофа. Хочу сказать ещё правые статусы. Я хочу зачитать историю из Слова Божьего, из Ветхого Завета, Третьей книги Царств, Тринадцатой главы. Четатус 1 по 6 вирш. Четатус 1 по 6 вирш. Четатус 1 по 7 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 вирш. совершил служение. Тобто делалось неугодное Богу. А человек Божий пришел исполнить Божью волю. Мальчик Божий мандат. И когда царь увидел, ему это не сподобалось, и он сказал взять его, то вы знаете, что царь, царь это державность, и царь за собою мает силу, друзья. Тобто мает силу війська, войсковую силу. Тобто статус царя, статус державности, он имеет какую-то силу за собою, друзья. И этой силой он свой статус и способность акредитует. Тобто цей свит, это свит силы, где есть право силы, друзья. Где сила диктует силу. И сила теки силу разумеет. И сила теки силе подкоряется. И еще мы тут бачим, что он махнул руку и сказал, что взяли его. Но мы бачим, что его рука не ревенела. Тобто Бог явил свою силу, друзья, и подкрепил статус цели человека Божия. Тобто Божья сила выступала гарантом этого статуса. И сила, которая была явлена Богом, она больше, чем сила царя и всей системы, которая была перед этим человеком Божиим. Тобто только бачивая эту силу, которая больше, чем у царя, царь подкорился, друзья. Тобто сила чует теки силу. Сила чует теки силу. Тобто любой статус и любой бумаги, документы, которые делают там, новое правополе, новая субъектность живого человека, она должна иметь за собой подкрепление. Тобто иметь силу. или в виде войска, или армии. Потому что этот мир имеет свои силы, и полицию, и военные. Тобто, когда правовое поле будет упразднено, когда будут полностью порушены свободы людей, права людей, будет какое-то новое правополе, то это будет актуально. Бог будет являть свою силу и подписывать. И это будет очень актуально. Мать Духа Святого, друзья. Мать Духа Святого в своем сердце. Мать этот паспорт Божий. Потому что именно те, которые записаны в книге жизни, они всему святу не поклонятся. И брата Ада церковь Божия не одолеют, друзья. Тобто, есть сила на силу, друзья. Сила, такие силы, подкоряются. И нужно быть на стороне Бога. Господь же заплатыв за всех нас. И Господь есть володарь у всей влады всей силы. И церковь Божия есть Царство Божие. И его дея, и явление Божие Царство есть в всем свете. Это Божие представительство, друзья. Это Божия территория. И нужно принять эту жертву Иисуса Христа. Эту жертву крови принять. Потому что это самое дорожшее, что есть в всему всесвете. И Господь в этой крови который у нас выкупил, выкупил всему всему свете. И этот свете не имеет никаких повноважений и претензий и до нас. Потому что мы есть чужая собственность. Мы есть собственность Бога. А не всего света. Это очень важно. И когда придет время, когда будут и не будут смотреть на паперы. Это уже не актуально. А будут смотреть на паспорт Духа Твоего. Потому что мы запечатлены кровью Божией, печатью Божией, Духом Святым. Кровью Иисуса Христа. И мы будем смотреть на это. Какого ты Духа. Какой Дух в тебе. Это наш паспорт. Наш паспорт, друзья. Это наше небесное общество. Это самое важное событие в жизни, друзья. Первое событие, когда ты народился, когда ты голос закричал, голос свой возмислил, кричуя, что я живой, я народился. Когда дитя народился, она кричит, что я есть, я живой. Он себя проявил, заявил о себе. И другое событие, когда мы отримываем небесный паспорт, когда наше имя запишется в книге жизни, в небесных реестрах, которые хранятся не в компьютере, а там у Бога на небе, в особой книге жизни. И это наше другое народжение. И это определяет нашу судьбу, друзья. Когда будут те времена тяжкие, потому что сейчас уже есть это. Когда уже не можно зайти в здание, в заведение, только нужно QR-код сканировать, только двери открываются. И оно уже будет подрастающим усугубляться. Чип там и все остальное, и печать дьявола так же. Это будет решающе. И пока есть час, друзья, пока еще нужно отримать Дух Святый. С Богом примириться, друзья. Через такие слова нужно сказать, Господь, я людина грешная какая-то, прости мои грехи. Увидим мое сердце Духом Святым. Амоль меня своей святою кровью, Дух, душу, тело. Будь моим Богом и спасителем во имя Царя Сына и Духа Святого. Аминь. Увидим мое сердце, друзья. И принять этот Дух Святый. И принять небесное гражданство. И когда открылись глаза, что такое действие. И ты не сможешь остановить эти подии, друзья. Не сможешь. Цим занимается Господь. Это его дело. И он уже определил. И этот дьявол будет в озере огня, друзья. И нужно прийти на Божью территорию. Долучиться до Божьего народа. И церковь и Божий ковчег. Спасение, друзья. И чтобы сердце ваше укоренилось в Божьих целях. Божьего видения. В каждой церкви, друзья. И мы принимаем людей. Тобто, рух, его есть мета. Но это очень короткая мета, друзья. Всякого руха. Мы запрошуем рух за права людей перейти на територию Божью. Божьего царства. Божьих целей. Всяти частью Божьего народа. И мы уже... И это объединение, этого руха, оно уже существует больше двух тысяч лет, друзья. И мы должны держаться один, быть в единстве с церквами, с епископами. И действовать, друзья. И действовать, выполняющим Божью волю, друзья. Потому что Господь нам, когда Он вознесся, Он сказал Божью волю. Также сейчас Господь открывает и дает нас новую мудрость, как действовать. И то, что было открыто. И Бог побудил. Бог побудил и обратил внимание в магнета нации и других юристов, что делается. Это правда была вынесена в общество. Но для чего? Чтобы у людей открылись очи. Чтобы они увидели, что действуют. И сделали свой выбор. И перейшли на територию Бога. Есть територия, нет другой территории, друзья. Нема другой силы. Есть сила Божья и сила всего света, друзья. А этот света готовит Пасху и обращение для всего русского, друзья. Для народа Украины тоже. И нужно прийти на территорию, которая належит Богу, друзья. И только там мы будем в безопасности и только там у нас есть будущее, друзья. И только Господь за нас, друзья. Обращается все до Бога, друзья. Бо Господь наш гарант и подписан, друзья. Он заплатил за нас. Мы куплены, друзья. Усего света. Выкуплены из него, друзья. Усего света. И судьба Украины в руке Господа, друзья. И пока есть час Божьего долготерпения. Господь сможет еще нам дать жить, друзья. И те события, которые двигаются, друзья. Господь сможет нам дать еще час. Но уже час обмаль. И главное – это отримать это Божье грамадянство, небесное грамадянство, которое выше грамадянство, друзья. Отримать Духа Святого. Только Дух Святой будет давать нам, друзья, радость, спокий и силы давать. Будет темрять, страх, друзья. Будет безвладие, беззаконие. Когда права людей будут полностью порушены, друзья. И будет так делать. Но Господь наш гарант, друзья. И Господь нас искупил. И Господь дает спасение. Треба его отримать и рухаться тем шляхом, который Господь показал и проклав для нас в всему свете. Також дающи видение каждой церкви, друзья. И в видение каждой церкви оно входит в видение Иисуса Христа. И мы рухаемся. Також наша церковь, подяга, та ирши церковь евангельской, Божьей церкви, живой церкви, друзья. Долучайтесь до Божьей семьи, друзья. Долучайтесь до спілкувания с Господом. Отримайте от Господа Божьей силу, Дух Святой и Настановы, и та мудрость, життя в всему свете. Аминь, друзья. Буду завершиваться. Судьба Украины в Руси Господа. И ваша судьба в Руси Господа. И только от вас належит отримать это спасение и принять эту жертву Иисуса Христа. Эту оплату за вас принять. И в это будет войти. И зло будет, друзья. Воно будет идти. И то, что сказал Господь, и счастливо предъеду Ним. И нема сенсу, друзья, с этим воювати, чтобы остановить дьявола, чтобы он не смог вас сесть на престоле. Это не удастся, друзья. Воно будет сделано. Но ему уже кинезь пришел, друзья. И судьба дьявола определена. И нам нема чего с ним бороться. Бо он же победен, друзья. Он победен. Я победен. И нам нет необходимости. пройти этот жизневый шлях. Войти в спасение и совершить тут еще на земле служение. Чтобы другие люди тоже отримали спасение. И Господь нас обережет, друзья. Он даст нам мудрость, как в эти тяжелые часы жить и делать служение. Доброе, друзья. Помолимся. Господь военный суд за Христа призывает Божию силу, Божию благодать. Призывает Твою силу, Господь. Всякий план дьявола против украинского народа, против других народов, лишает силы, аннулюет военный суд за Христа. Всякие планы глобалистов, планы по всякому насилию, по знищению прав людей, по всему свиту, лишает силы, разбивает дребезь. Призывает Божию охрану, защиту, Божий контроль, Божий план военный суд за Христа, Божие спасение на народ Украины, на иншие народы военный суд за Христа. Прослався, Господь, яви Свою силу, Свет Господь военный суд за Христа. Твою милость Господь на всех нас. Укрепи нас. В эти часы во имя Царя Сына и Духа Святого. Аминь. 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 Продолжение следует...